Одно из приоритетных направлений в развитии нашего города – его благоустройство. Об этом неоднократно заявляли местные власти. Одно из благ, ставшее уже привычным для столичных жителей – свободный, а главное – бесплатный доступ в интернет. Wi-Fi сегодня есть и в метро, и во всех крупных парках Москвы. Успевает ли Реутов за столицей, где у нас можно беспрепятственно выйти во всемирную сеть? Маргарита Семенчукова пыталась поймать Wi-Fi в разных частях города. Что показал эксперимент, узнаем прямо сейчас. Мода на Wi-Fi распространяется по всей стране. Сейчас, например, в Москве можно воспользоваться бесплатной беспроводной сетью в 13 парках и даже в метро на кольцевой линии. Мне стало интересно, где можно найти Wi-Fi в Реутове? Хорошо, если бы он был в парке. Сейчас попробую подключиться. Нет, к сожалению, сигнал не найден. Организовать бесперебойную работу сети в парке непросто, говорят местные специалисты. Это очень дорого, да и контролировать сохранность устройств по сути некому. Хотя идея появления Wi-Fi здесь уже в проекте. Проект наверняка будет реализован. Вопрос лишь просто в сроках и в технологии, которые будут использоваться. Надо все делать, то, что действительно в ногу со временем идти. Бесплатно воспользоваться интернетом можно в кафе. Правда, необходимо купить хотя бы чашку кофе. Почти в любом заведении Реутова Wi-Fi есть, но для безопасности он защищен паролем. Спрашиваем у официанта пароль и вуаля, интернет к вашим услугам. Очень удобно для тех, кто даже во время обеда не может оторваться от работы или от неделовой переписки. Wi-Fi удобен и для учебного процесса. В Реутове уже прорабатывается проект создания единой сети для всех школ города. Так преподаватели становятся ближе к ученикам. Например, в местном училище студенты уже давно оценили удобство беспроводного интернета. Любой студент может зайти на сайт преподавателя и посмотреть, если что-то ему непонятно, чтобы дополнительно подготовиться и задать вопросы преподавателю. Доступ к Wi-Fi позволяет студентам оперативно искать любую информацию. Если на лекции он услышал для себя незнакомый термин, он может сразу найти его в сети. Сейчас и представить сложно, как раньше учились без интернета. Еще один шаг Реутова в сторону прогресса – создание доступной сети на автобусных остановках. Такая система уже успешно работает в некоторых городах России. Так что найти бесплатный доступ в интернет сейчас в городе хоть и сложно, но можно. А судя по большим планам, в скором времени поймать Wi-Fi станет действительно доступным.